В эфире Криминальные новости. Это проект Зона Икс. Я Карина Пашкова. Здравствуйте. И сегодня в программе. Избивали, заливали перцем и поджигали одежду. И это еще не все. Банду спортиков накрыли в Гомеле. 14 парней от 17 до 25 лет выполняли задания кураторов наркомаркета. И тема телефонных мошенничеств не теряет актуальности. Новые жертвы пополняют сводки. Жительница Минска отдала аферистам более 3000 долларов. Самое милое нападение. Огромный тюлень в Австралии атаковал заправку. Спойлер. Никто не пострадал. История закончилась хэппи-эндом. Избивали, заливали перцем, поджигали одежду, обливали зеленкой и похищали деньги. В Гомеле перекрыли работу группы так называемых спортиков. Это 14 парней в возрасте от 17 до 25 лет. Все они, если можно так выразиться, трудились на крупный интернет-магазин по продаже наркотиков. По данным следствия, молодые люди, среди которых бывший школьник, учащиеся среднеспециальных учреждений, представители рабочих специальностей, в период с февраля по июнь прошлого года выполняли задания кураторов наркомаркета по наказанию недобросовестных курьеров. Видеоэкзекуции опубликовали следователи. И это, надо сказать, кадры не для слабонервных. Работодатель сбрасывал в мессенджере наводку на провинившегося закладчика. В условленном месте курьера встречали и жестоко избивали. В качестве устрашения использовали биты, арматуру и цепи, перцовые баллончики. Установлены факты поджога одежды, сексуального насилия и грабежей. Карательный процесс снимали на видео, после чего получали от кураторов вознаграждение. Фигуранты работали тремя группами с разной интенсивностью. На счету гомельских спортиков от одного до пяти заданий. В числе акта устрашения – разбитие стекол в окнах дома и поджег квартирной двери по месту регистрации двух наркокурьеров. Потерпевшими в результате противоправных действий обвиняемых признаны 15 жителей – Гомеля, Гомельского района, Речицы, Мозыря, Светлогорска и Гродно. Среди жертв спортиков оказался и гомельский бродяга, которого они избили вместо заказанного наркокурьера в надежде обмануть своих работодателей. По выводам следствия, лица, вступившие в группу в роли спортиков, способствовали поддержанию неоспоримой внутригрупповой дисциплины, обеспечивая бесперебойный незаконный оборот наркотиков, получение прибыли участниками организованной группы. Исходя из роли каждого, действия обвиняемых квалифицированы по целому ряду статей. 12 обвиняемых находятся под стражей, еще двое – под домашним арестом. Раскрыть преступление помогли записи с камер наблюдения. В начале декабря в милицию обратился житель Речицы с заявлением о краже его полуприцепа рефрижератора. Его стоимость, по словам владельца, 40 тысяч рублей. Техника стояла без тягача на городской стоянке. Позже милиция все-таки выяснила, что в краже замешаны двое белорусов. К слову, одного уже удалось задержать, второй скрылся. Сыщики УВД вместе с коллегами из Реческого РУВД, отсмотрев сотни гигабайт видео с камер наблюдения, установили похитителей двоих жителей города Бобруйска 29 и 32 лет. Сам прицеп обнаружили на лесопилке в одной из деревень Бобруйского района. Установлено, что фигуранты занимаются грузоперевозками. Доставляя очередной груз в Речицу, они увидели полуприцеп, который ночью похитили на своем тягаче и увезли на малую родину, спрятали и уехали в рейс в Россию. По возвращении с командировки оперативники при силовой поддержке ОМОНа одного из братьев задержали. Следователями возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Удержать эмоции не получилось. В Минске парень разбил чужое авто после того, как поссорился с девушкой. Очевидцем происходящего стала жительница дома, возле которого и была припаркована машина. Отойди! Сейчас милиция приедет! На место оперативно прибыли сотрудники милиции. Дебошира задержали. Им оказался 24-летний житель Слонима. По словам задержанного, он поссорился со своей подругой и по пути домой нанес удары руками по зеркалам заднего вида и двери автотранспорта. Сумма ущерба, причиненного владельцу машины, составила 6 тысяч рублей. Фигурант работает комплектовщиком в магазине, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за хулиганство. О происшествиях по линии ГАИ наш следующий материал. Его подготовил Владимир Королев. Фура загорелась в Каменецком районе. Авария случилась на дороге с Слоним Высокая. Предварительно установлено, что дальнобойщик за рулем Вольво не справился с управлением. В результате чего большегруз съехал в кювет, разбросав на проезжей части бутылки с газировкой. После кабина машины воспламенилась. В аварии пострадавших нет. Внезапно выбежал на дорогу. Это предварительная причина смертельного ДТП в Калинковичском районе. Авария произошла вечером на трассе Бобруйск-Мозырь-Граница Украины. При встречном разъезде с другим авто Джили наехал на 60-летнего пешехода. Водитель кроссовера слишком поздно увидел человека на дороге, который не был обозначен фликерами. От полученных травм пострадавший скончался на месте. А это кадры из Могилёва, где пьяный на БМВ пытался скрыться от погони. 44-летний местный житель оставил без внимания требования об остановке. После непродолжительного преследования мужчину задержали. А свидетельствование показало 1,3 промилле. Водитель признался, что поругался с бывшей супругой и пьяным решил поехать домой. Теперь фигуранту грозит штраф почти 7,5 тысяч рублей и лишение прав на 5 лет. Таксиста-бесправника выдало незнание дорожного знака. В Гродно инспекторы ГАИ остановили Volkswagen, водитель которого выезжал из-под знака запрещающего движения. Разбирательство показало, что мужчина и раньше попадался за поездку без документов. Водителю грозит штраф или арест на 15 суток. Еще одного бесправника задержали в Гродно. 33-летний водитель к «Жигули» приделал мотоблок и так ездил по городским улицам. Чудо-автомобиль заприметили инспекторы ГАИ. Помимо отсутствия техосмотра на данный гибрид, у мужчины не было прав. Оказалось, что житель Минской области приехал к матери в Толочинский район и так поехал на авторынок Орши за запчастями. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МАМИ ОДНОГО ИС КОМПАНЬОНОВ То есть 12 дней вы всего находились в этой дне? Да. А как тогда ваши подельники изготавливали без вашего ведома, если дома вашей матери? Они были в эту ряду? Нет. После того, как все закончилось, они ночью вывезли оборудование в неизвестном направлении, ключи остались у них. Далее они, по их словам, отправились в отпуск. Запрещенные вещества сбывались крупными партиями через интернет-магазин посредством тайников закладок на территории Подмосковья. При осмотре помещения полицейские обнаружили 4 пластиковых контейнера с кристаллическим веществом, стеклянную колбу с порошком, 93 канистры с различными жидкостями, электронные весы и другое оборудование, а также средства индивидуальной защиты. По заключению экспертов, в Колбе находился мифедрон, изъято свыше 3,5 кило данного наркотика. Возбуждено уголовное дело. Полиция Калифорнии установила личность мужчины, открывшего стрельбу по людям во время празднования Нового года по лунному календарю. Им оказался пенсионер 72-х лет. Тело подозреваемого было найдено в фургоне, на котором он пытался уйти от преследования полиции. В машине также обнаружили улики, связывающие водителя с инцидентом. Напомню, стрельба, в которой погибли 10 человек и 9 ранены, произошла в Монтерей-парке недалеко от Лос-Анджелеса. В городе проживает значительная диаспора выходцев из стран Азии. Мотивы преступления выясняются. Это программа «Зона Икс», и мы продолжаем наш выпуск. Положите в пакет белье, средства гигиены и деньги на операцию. Под таким предлогом телефонные мошенники выманили крупную сумму у пенсионерки из Минска. Ей позвонили на домашний телефон и сказали, ее дочка попала в ДТП. Женщина безоговорочно сложила все, что ей сказали, в том числе и деньги, и передала курьеру. А это около 3000 долларов. Белье, что было, кружка, салфетки эти. И положите там деньги. А потом вам дочка позвонит и скажете, куда вы положили эти деньги. Поверив, женщина передала курьеру телефонных мошенников 1900 долларов США и 1000 евро. Правоохранителям потерпевшая пояснила, что знала о таких схемах обмана, но в состоянии стресса не решилась позвонить дочери и отдала деньги. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Милиция напоминает, что ни под каким предлогом нельзя передавать неизвестным деньги. В случае такого звонка необходимо сообщить в милицию. Финансовые махинации в сфере такси, мониторинг проводят сотрудники КГК. И некоторые перевозчики уже оказались в черном списке. Маршрут перестроен. Вот только привел он директора гомельской такси-фирмы к знакомству с уголовным кодексом. Схему использовал не новую, а формил ИП на себя, родственников и знакомых. По бумагам выручка делилась между фиктивными предпринимателями, чтобы понизить налоговую ставку. Как результат, неуплата налогов на сумму свыше 400 тысяч рублей. В управление поступило заявление от гражданина, который сообщил о фактах уклонения от уплаты налогов и выплаты заработной платы в конвертах в одной из организаций, оказывающих услуги такси в городе Гомеле. В проведенной проверке изложенные доводы подтвердились. Кстати, о зарплатах в конвертах. За два года руководитель фирмы получил от своих работников наличными не менее миллиона рублей. Неучтенная выручка шла мимо бухгалтерии. Часть денег уходила на серые выплаты и техобслуживание автомобилей. Но основную долю директор забирал себе. Повлекли неисполнение обязанности по исчислению и перечислению в бюджет подоходного налога на сумму свыше 170 тысяч рублей. По данным фактам, управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области в отношении директора фирмы возбуждены уголовные дела, подозреваемые задержаны. Нашли чужую карту и потратили все в ноль. Чем обернулся для подростков из Молодечной один день на широкую ногу, рассказали в милиции. Оперативники по противодействию киберпреступности выяснили, что чужую карту в автобусе нашли двое подростков 12 и 15 лет. Школьники сразу же отправились в магазины и киоски города, где бесконтактно расплачивались за товары. Их поход и попал на видеокамер наблюдения. За день они потратили более 360 рублей, при этом половина суммы ушла на покупку петард. Остальное по мелочи – на еду, одежду и развлечения. Подростки даже хотели сделать себе подарок и купить музыкальную колонку, но не смогли оплатить товар, поскольку понадобился пин-код. Оказалось, что карту потеряла местная жительница – пенсионерка. В милиции школьники во всем признались и рассказали, что когда деньги закончились, они выбросили банковскую карту. Что касается ответственности в отношении старшего, возбуждено уголовное дело с товарищем помладше, поскольку он не достиг возраста привлечения к ответственности. Сотрудники ЭДН будут проводить индивидуальную работу, а наказание грозит его родителям. Ну и, конечно, надо будет вернуть потраченные деньги. В Толочине на пожаре получил травмы местный житель. В МЧС поступило сообщение о возгорании в одном из частных домов. Хозяин помещения смог выбраться из огня самостоятельно. С ожогами и отравлением продуктами горения он госпитализирован. Причина пожара устанавливается. В Волковыском районе на пожаре погиб мужчина. Спасатели вызвали местные жители. Дом сгорел почти полностью. При проведении разведывательных работ сотрудники МЧС обнаружили труп. Причина огненной трагедии устанавливается. Вероятнее всего, неосторожное курение спровоцировало гибель человека. К тому же в доме не было пожарного извещателя. В Воложинском районе горела многоэтажка. На пожаре спасена семья. Возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже. Людей пришлось спасать уровнем выше. Из дыма сотрудники МЧС вывели семейную пару. Мужчина и женщина не пострадали. Неисправность электроодеяла – предполагаемая причина возгорания. В Гомеле из-за сварочных работ сгорел автомобиль. 75-летний пенсионер ремонтировал свой ВАЗ. Видимо, что-то пошло не так, хлопок и машина загорелась. Огонь перекинулся на гараж. Хозяин выбежал к соседям, те и вызвали спасателей. Нападение бывает милым? Да, ответят вам жители курортного городка в Австралии. Они стали свидетелями попытки атаки огромного тюленя на АЗС. К слову, единственную в городе. В налетчике местные узнали морского котика по кличке Генри. Изредка он выбирается на сушу, чтобы погреться на солнышке. Но в этот раз почему-то устроил длительный променад по улочкам. Не исключено, что великан хотел подзаправиться продуктами из магазина. Однако уползать пришлось с пустыми лапами. Очевидцы вызвали полицию и зоозащитников, чтобы те сопроводили тюленя в привычную среду обитания. Животное не пострадало, городок в целости, АЗС тоже. Такой была программа «Зона Икс» сегодня. Увидимся в утреннем эфире на «Беларусь-1». Также наши новости есть и на YouTube-канале, и на официальном аккаунте «Зона Икс» в Instagram. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова